Здравствуйте, дамы и господа! Ну вот и пришло время раскрыть секреты гитар батла. Грязные и вонючие секреты, все как мы любим. Ранее я, и не только я, высказывал сомнения в том, что гитар батл это честный проект. На подозрения наталкивали такие вещи, как слив сильных участников, странное и непрозрачное голосование с правилами, которые менялись на ходу. И в общем какой-то туман вокруг проекта, кто спонсор, где призовой миллион, да и был ли миллион вообще. Но не буду сейчас подробно все пересказывать. Для тех, кто не особо в курсе событий, но хотел бы вникнуть, в описании я оставил три ссылки на свои видео о гитар батле. Это видео, которые касаются именно свежего сезона гитар батла, который назывался Эпик Плей. Ходя в свете открывшихся сведений, может правильнее было бы назвать не Эпик Плей, а Ласт Плей. В общем получился неплохой мини-сериал. Ну а это финальная серия. В которой я покажу вам, что многие подозрения подтвердились. Победитель фальшивый. У настоящего победителя украли победу и как следствие призовой миллион. Некоторых людей, работавших над проектом, кинули на деньги. И все это устроил господин Дмитрий Кузьмитский. Начинаем потрошение. Подозревать гитар батл можно сколько угодно. Но все это так и останется не более чем подозрениями, пока не будет действительно веских доказательств. А где их взять? Тут нужен человек непосредственно из самого проекта, который рассказал бы, как там все устроено, поделился сведениями. Это все делается только для вас и ради вас. Но кто это может быть, если там все? Одна шайка, табачников, который взял Кузьмитского не только в друзья, но и в персональной минет-черы. Или как это, аупс-менеджеры. Олейник, который с проектом с самого начала и явно будет молчать. Ламбо, который возможно вообще ничего не знает. У меня выходов на кого-то из съемочной команды не было. Я вообще стал забывать про гитар батл. Нового контента у них нет. Новой информации нет. Но вот появляется нужный человек. Тот, кто работал над проектом. И не какой-то осветитель Поломой или Евгений Ламбо, а целый, аж линейный продюсер. Алексей Смирнов. Вот глядите, его не было в титрах четверть финала. Но на полуфинале и финале он появляется. То есть это человек прям из гуще событий. Он присоединился к проекту не с самого начала. Однако он был в проекте до конца. Участвовал в создании полуфинала и финала. Алексей прислал много скриншотов переписок из Телеграм с представителем радиостанции, с Кузьмитским, с Олейником. Кроме этого предоставил некоторую документацию по гитар батлу. Вы видите ее на экране. Он писал со своей страницы ВК. Плюс давал подробные голосовые комментарии. У меня нет оснований сомневаться, что это действительно продюсер Алексей Смирнов, работавший с гитар батлом. Возможно. Вы спросите, почему же продюсер, член команды гитар батла, вдруг решил рассказать о происходившем на гитар батле. Но тут все предельно просто. Продюсер Алексей считает, что Кузьмитский кинул его на деньги. Изучив довольно большую переписку Алексея и Дмитрия, я пришел к выводу, что показывать все это и ковыряться в этом, будет слишком скучно. Вот вам фрагменты переписки. Если есть желание, ставьте на паузу и читайте. А мы продолжаем. В общем-то в переписке все сводится к тому, что Алексей считает, что должен получить деньги за работу, и зарплата должна начисляться помесячно. А Дмитрий за последние два месяца платить не хочет, говоря о том, что работой недоволен. В то же время Кузьмитский не совсем отказывается платить, а скорее торгуется и в итоге выплачивает деньги, но не 200 тысяч, которые должен, а 130. И не платит напрямую Алексею, а гасит долг, который был у Алексея перед Глебом Олейником. К этой сумме, 130 тысяч, еще вернемся позже. В общем, Алексей описывает работу с Кузьмитским как напряженную в плане денег. То и дело возникают какие-то финансовые вопросы. То номер для проживания снимет херовый, то кому-то суточный не заплатит, то Алексею приходится Игорю Капранову платить из своих денег за выступление. При этом Алексей обеспечил рекламу на радио, эксклюзивный контракт с ВК и больше миллиона просмотров финала. Но Кузьмитский говорит, что это все в прошлом, а текущей работой он недоволен. Поэтому оставим спор Алексея и Дмитрия в стороне. Возможно, Алексей придет на стрим и сам детально расскажет. Но более интересно то, что Кузьмитский оставил без денег не только Алексея. Но также он должен 30 тысяч Антону, который делал моушен-дизайн, монтаж, плашки и все оформление видео. 20 тысяч не получил Илья, оператор и режиссер фильма о создании гитар-баттла. Самое дикое это, конечно, обманутый дизайнер Татьяна. Ее Кузьмитский кинул на, внимание, 600 рублей, не заплатив за два слайда. Это уже не спор о деньгах с продюсером, а конкретное кидалово людей, которые сделали свою работу. Кузьмитский, падла, верни 600 рублей и еще 50 тысяч. Но самое главное, что Кузьмитский также торчит 7500 за рекламу на радио «Зенит». Обратите внимание на месяцы, как долго Кузьмитский не оплачивает счет. И этот долг мешает Алексею работать с радио дальше. Дело в том, что там правила таковы. Мы с тобой не будем сотрудничать, пока ты или тот, кого ты нам привел, не погасит долг. В данном случае это Кузьмитский. На его имя выставлен счет и оплатить его может только он. Алексей хотел привезти на радио олейника, но не может, потому что долг Кузьмитского не погашен. Таким образом, Кузьмитский насрал не только в свои трусы, но еще и нагадил Алексею и олейнику. Да и любому, кого потенциально Алексей мог привезти на радио. Ай, да что говорить, тербы с ним с этим радио, но верни Татьяне 600 рублей. Что ты за тварюга такая, Дима? Ну а теперь самый сок. Как бы там они не работали, в конце концов это их кухня. И нам это интересно постольку поскольку. Но нам то, зрителям, ебану мать, вы предоставили по итогу честное шоу или тоже кинули. И что же поведал Алексей? Первая странность произошла на полуфинале, когда Лиза состязалась с Плотниковым. Внезапно в съемках наступила какая-то пауза. Онлайн-голосовалку сделали, все, ребята проголосовали. Первое, второе и вот третий этап это был Плотников и Лиза. По всем голосованиям Лиза проиграла. Но тут на 40 минут, если не больше, съемка застопорилась, не идет, ничего, никак. Я иду разбираться в пультовую. Там стоит Олейник и Кузьмитский. Начинают очень долго это выяснять. Я говорю, давайте-ка мы заканчивать, у нас перерасходы. Что происходит? И Олейник просто встает в позу и говорит, люди голосовали за Плотников. Плотников должен пройти. Он говорит, ну что это за дебилизм? Типа почему вы и как? И что? Короче, он говорит, Олейник за правду не выходит. Говорит, давай заканчивать. Его там пытаются уговорить. Тут уже Плотников начинает говорить, что срал я на ваш гитар-баттл. Мне не нужен этот финал, мне и так все хорошо. Вот начались всякие непонятки. Мы ходим, ничего не понимаем, ничего не понимаем. Мы такие, ну, видимо, так надо. Ну и так как я новый человек, я еще не мог никак действовать, никак. Короче, проходит голосование, получилось как получилось. Ну, остались как это, осадок, непонимание. Итак, Алексей направился в пультовую, где застал Кузьмитского и Олейника за тяжелым разговором. Олейник говорит о том, что должен пройти Плотников, потому что за него голосовали зрители. Получается, что Кузьмитский по какой-то причине не хотел, чтобы прошел Плотников. Кроме того, получается, что Кузьмитский, просто охреневший дядя, берет на себя выбор победителя, несмотря на голоса зрителей. Вы, ребята, голосуйте, а потом на ваши голоса я положу болт и решу сам, кто пройдет дальше. Но благодаря Оленьей, упертости Олейника, в тот раз правда победила и Плотников прошел дальше. Только пока непонятно, какая вообще разница Кузьмитскому, какой гитарист выиграет, но разница есть, какая именно, вы скоро узнаете. Хорошо, едем дальше. И вот самое интересное. Финал. Финал, в котором сперва вердикт вынесло жюри, отдав победу Плотникову. И тут Кузьмитский совершенно не палится. И там же говорит, что это еще не все. И теперь, после того, как жюри назвало победителя, будет голосование зрителей. Итак, по мнению наших незамисимых экспертов, в третьем блоке побеждает, со счетом 3, мать его, 0, Дмитрий Плотников. Но на этом мы не закончим. Я хочу, чтобы проголосовал зал. Сейчас мы выведем QR-код, который вы сканируете и проходите голосовать. У вас есть 10 минут. Однако, проходит голосование, по которому снова побеждает Плотников. Да что ж такое, Кузьмитский и так, и эдак пытается всех наебать. Но все не выходит. Но он парень упорный и не оставляет попыток. Кстати, Плотников, от меня тебе поздравление. Хоть ты испионерил минус, но, получается, ты победитель гитарного батла. И по мнению жюри, и по мнению зрителей, последнего гитар батла, возможно, ты прямо как горец. В конце остался только один. Молодец вообще, красавчик. Но мы вернемся к Кузьмитскому. Вот вам эксклюзивные кадры из гитар батла на момент, когда голосование закончилось. Интересный голосование. Буквально несколько голосов не хватает, если что победить. Победил Плотников. Но после завершения голосования добавляются еще несколько минут, в течение которых как раз происходит накрутка голосов. Тем самым пересыланием QR-кода знакомым, которые голосуют за нужного кандидата. Мы сделали уже заведомо закрытое голосование. На него давалось там условно 3 или 4 минуты. Честно не помню. А, 10 минут на него давалось. Все, делается стоп. Это вот на фотографии, которые я прислал. Ну, записали видос. И выигрывает Плотников. По всем голосованию. Ребята говорят нет. Мы продолжаем. Для зрителей ничего не понятно. Почему там все так томится. Почему, как, чего. И Лида. Администратор, которая у Кузьмитского там за мерчандайз занимается. Вот покупка билетов. Всего-всего. Это Лида с Дмитрием Ледневым. Режиссерам. Бегут в офис. И быстро всеми своими друзьями. Рассылают им QR-код. Чтобы еще 15 человек проголосовало за Боровского. О чем я и говорил ранее. Что такого рода голосование легко исказить. И вот теперь это подтверждает линейный продюсер проекта. Еще раз смотрим видео. Интересно голосование. Буквально несколько голосов не хватает в Вите, чтобы победить. Не отчетливо, но можно расслышать слова. Кто хочет, чтобы Вите победил. И дальше похоже на слова. за него сходите проголосуйте. Или за него сами проголосуйте. Причем мы не видим в кадре Кузьмитского, однако команда и администратор Кузьмитского, она в кадре слева, обсуждают, что должен победить Витя. Вероятно, Кузьмитский дал заранее такую установку, сделать победителем Оборовского. После этого разговора и происходит накрутка голосов. Администратор Кузьмитского, Лида и режиссер Леднев, обеспечивают перевес Оборовскому, голосуют сами и рассылают QR-код знакомым и добирают нужные голоса. Первое место, по мнению зрителей, занимает Виктор Оборовский. Жюри отдают победу Плотникову, зрители в зале отдают победу Плотникову, однако это не устраивает организаторов. И победа, и приз отдаются Оборовскому. Занавес. Но зачем это все вообще? Ну, выиграл бы Плотников, в чем проблема? А суть в том, что Кузьмитский задумал стать великим продюсером гитаристов. Да, именно так. Может быть, вам нужна пауза, чтобы осмыслить это? Переварите. Дмитрий Кузьмитский решил, что у него много опыта в гитарных шоу, и он хочет продюсировать молодых гитаристов. Переварили. Продюсирование молодых гитаристов. Дмитрием Кузьмитским. И дело не в том, что я умоляю способности Дмитрия. Просто это совершенно новая информация. На усвоение, которой нужно дать время, к ней нужно привыкнуть. Послушаем, что говорит об этом Алексей. Пацаны начинают негодовать, что им не дают денег, и мне присылают вот это видео с фотом, которое сейчас пришлется вам, о том, что голосование было подстроено. И тут начинается все пазлы у меня сходиться. Почему вообще это все делалось? Так как мы хотели продюсерский цента? Дима все время говорил, что он будет продюсером Абаровского, Лизы, отец Кирилл, там еще кто-то. Что он вот эту всю молодежь, что я буду для них мессией, гуру. У него есть, у него очень завышенное ЧСВ. Он считает, что он супер мозг. Он может все, ну короче, вот все, что он просрал, он думал, что он может это до небес вознести, и он будет продюсером всех, как там Макс Вадеев, Игорь Крутой и т.д. Алексей берет у Олейников долг 130 тысяч на аренду студии, которая будет снимать клипы, в том числе для продюсерского центра Кузьмитского. Естественно, Кузьмитскому не нужен старый Плотников, и он делает все, чтобы протащить в финал и отдать победу кому-то из молодых гитаристов и дальше с ними работать. Пасл наконец складывается. Наконец становится ясным мотив, почему должен был победить молодой перспективный Оборовский, с которым можно дальше работать и продюсировать, а не старый, состоявшийся Плотников. Ради такого дела, ради победы Оборовского, Плотникова можно и обворовать. Перебьется он и без миллиона, так ведь, Дмитрий Кузьмитский. Однако что-то пошло не по плану. Да, удалось сделать победителем Оборовского, но это сразу вызвало массу подозрений. Разговоры пошли, дескать, что-то тут не чисто. Финансирование не нашли, и в итоге следующий сезон так и не стартанул. Галочку ВК Огитарбатла забрал, потому что галочку эту выбил как раз продюсер Алексей, не стоило с ним ссориться из-за денег. Теперь ни продюсера, ни денег, ни продюсерского центра имени себя, ни даже галочки. Проект в жопе. А как все начиналось? Было очень красиво местами. Черт, да на гитар-баттле выступал. Например, Виктор Смольский. И что теперь? В какую помойку все превратилось? Из-за собственных амбиций Дмитрий Кузьмитский решил наплевать на честность, справедливость, порядочность. Миллион, кстати, был выдан, но не деньгами, а оборудованием. В общем, в натуральном виде. Получается, и денег на лечение жены не дали. Хотя, может, ее лечение можно оплатить ноутбуком или усилителем, я не знаю. Да и чужое это все. Витя Абаровский. Получить деньги или призы должен был Плотников. А не ты. Нехорошо вышло. Кузьмитский ныл, что они так стараются, что им нужна поддержка. Ставьте лайки. Ребята, мы так трудимся. Мы все ради вас. Мы сделали чемпионат. Мы сделали крупный денежный приз. Мы все это за свои делаем. Вкладчину. Вхуячину. Получается. Делали они вкладчину. Поддерживайте, пишите комментарии, приходите на шоу, болейте за участников, голосуйте. Но ваши голоса будут спущены в унитаз. Потому что есть один человек, голос которого важнее ваших всех вместе взятых. Это Дмитрий Кузьмитский. Украл у победителя победу, у зрителей честное шоу, даже ручки у кружек украл. Первое место, по мнению зрителей, занимает Виктор Аборовский. Мы тут все познакомились, уже все обсудили и знаем, кто все это выиграет. Так что вы сами все узнаете. Я выбираю Витяка. Такой вот неожиданно подъехал эксклюзив от одного из создателей гитар батла. Не забывайте ставить лайки и писать ваши комменты. С удовольствием почитаю. За лучший коммент дарю кружку без ручки и стакана. Всем соу стронг. Ладно. Клууурей. Субтитры создавал DimaTorzok